Каждый ребёнок должен уметь организовывать своё время, а взрослые ему должны в этом помогать. Пойдём делать часы. Я сегодня собираюсь делать удивительный предмет. Это будут детские часы с двумя механизмами, из фанеры, и в то же самое время они будут являться доской для писания мелом. В часах, как и в автомобиле, самое главное – это колёса. А колёса – это круг. Круг – это значит циркуль. И в этих колёсах у меня будут спрятаны механизмы. После этого я беру клей. Здесь у меня завалялся кусок МДФа. Я им прямо накрываю сверху. Немного фиксирую с помощью гвоздей. Теперь я снова беру в руки циркуль. Если вы не умеете рисовать, то благодаря этому чудесному устройству можно нарисовать практически любой предмет. В нормальной бибике есть два колеса, покрышки, капот, и у бибики должна быть крыша. Остатки не циркульного пространства я дорисовываю прямо от руки. Прямо по периметру всё это отпиливаю. Ну чем не машинка, а тем, что это похоже на фанеру, покрытый МДФ, потому что у машины все формы сглаженные. Беру в руки один из самых опасных инструментов, который называется фрезер. Ну что, вполне себе машина. Ну, фанерная. Вот сзади. Любую бибику можно покрасить в любой цвет. Машина моя будет красная. Грунт у меня белый, и для того, чтобы не делать много слоёв, я грунт подколерую. Небольшим количеством универсального пигмента. Да, конечно, трагедия. Обещал красную машину, а под ней позорный розовый грунт. Действительно, реальная бибика получилась. Загрунтовал поверхность. Что-то эта машинка мне напоминает. По-моему, она похожа на лягушку. Несколько секунд, грунт высох, и я могу приступить к основному слою. Основной слой у меня не просто краска. Этой краской обычно красят школьные доски. На ней можно писать мелом. Она, конечно, очень густая, но представляете себе, какое количество она должна выдержать всего на свете. Я не могу, это настоящее. Это настоящая спортивная бибика получается. Посмотрите на этот роскошный красный. Колеса – это два таких черных покрашенных диска, сделанные точно так же из МДФ. Приклею с помощью горячего клея. Это практически уже похоже на настоящую бибику. Сейчас только вставлю механизмы и посмотрю, как это все работает. Механизмы абсолютно одинаковые. И вы, наверное, думаете, ну, тоже мне решился оригинальничать. Это мы видели в аэропорту. Показывают разное время. Но я, как вы заметили, здесь на столе лежит всего лишь один набор стрелок. Один механизм у меня будет показывать только часы и минуты. А второй механизм будет только секундная стрелка. И в этот момент вы мне можете задать вопрос. Марат, ты пилил, ты строгал, в конце концов красил. Но как же мы будем определять время? И кто догадается, что это машинка? На этих же часах ничего нет. Ничего вы не понимаете. Это же часы учебные. Поэтому здесь можно ребенку самому писать время. Или, например, родители ему могут сказать, «Дружище, тебе вставать в 8 часов утра». Или написать ему какую-нибудь записку. И сейчас я это сделаю. А если у вас возникли какие-то вопросы, то вы их всегда можете задать на сайте школы ремонта. С вами был Марат Ка. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok